Продолжение следует... Погибло уже больше, чем за весь март годом ранее. После последней кровавой аварии в Таурупе решено пересмотреть разрешенную скорость на разных дорогах. Где-то уменьшить, где-то увеличить. План развития и ремонта автодорог предусматривает, что все главные дороги будут в хорошем состоянии в течение 7 лет. Конечно, мы должны не только ждать эти 7 лет, но делать какие-то шаги, чтобы улучшить ситуацию, чтобы улучшить безопасность для пешеходов, которые являются очень такой категорией незащищенной. То же самое велосипедисты, то же самое водители мопедов. За время заседания представитель полиции получил сообщение об еще одном погибшем пешеходе. Впрочем, мнения насчет ужесточения наказания для лихих и пьяных водителей разделились. Мы предлагаем вписать в кодекс административных нарушений, что у водителя, который ехал пьяный и у него более полутора промилей, можно будет конфисковать транспортное средство. МВД эту идею не поддерживает, а напротив, готовит закон, который предполагает отказ от административного ареста в таких случаях. Получается, что наказание смягчат. Но следует учитывать опасность, какую угрозу несут пьяные водители. Надо искать путь, как такие действия пресекать. Полиция считает, что следует как можно скорее вернуть на дороге радары. Если мы посмотрим статистику Рижского региона в 2012 году, когда у нас было очень много фоторадаров, было уменьшение погибших. Погибших велосипедистов стало меньше, а вот число получивших травмы растет. Потому есть идея ввести в школах обязательные уроки езды на велосипеде. Есть такая идея, чтобы когда ребенок закончил четвертый класс, он обязательно должен получить права управления велосипедом. Это будет какой-то стимуль. И, конечно, если он даже не захочет ехать на велосипеде, он должен знать правила. ЦСДД предлагает также увеличить время экзамена по вождению с 25 минут до 40. Пока!